Это Пульс дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной радиоведущий Дэвидсон Радио Сева Каплан, который сейчас находится в Израиле. Сева, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Хочу узнать, что вокруг вас сейчас происходит, где вы сейчас находитесь, как, собственно, люди переживают это всё, что вы видите там? Ну, буквально, что я вижу, вот сегодня утром, например, я пошёл побегать по берегу, я в Тель-Авее, нахожусь в двух шагах от Средиземного моря, и грех, так сказать, не воспользоваться, хотя власти запрещают купаться, и соображение безопасности купальщика. То есть, признается, что нападения могут ожидать даже с воды. Тем не менее, я смотрю, люди купаются, очень пошёл, и увидел, что полно народу на тренажёрах, очень хорошие тренажёры в Тель-Авиве, у людей несколько более озабоченные выражения лица, и одна вещь нехарактерная для сегодняшнего времени — это люди, которые ходят по улице и не пялятся в свой телефон. Причём это согласно рекомендациям тех же служб безопасности, потому что если ты сегодня идёшь к Израилю, именно сегодня, во время войны, и у тебя уши заткнуты наушниками, и ты смотришь в телефон, то человек, который мог бы пройти мимо тебя, будучи, скажем, радикально настроенным мусульманом, может, так сказать, ударить тебя ножом. То есть, потому что ты никого потом не увидишь, не услышишь, ни про кого ничего не скажешь. Проходил мимо, ударил ножом, вытер об штаны и пошёл дальше, а ты уже валяешься. То есть, телефонистов, условно говоря, на улицах нет. Второе, когда я услышал звуки выстрелов, ну, в общем-то, я пушки слышал только по телевизору, когда смотрел кино, я не понял, что это пушки. Я понял, что это из одного только места, там, за горизонтом, и услышал, как люди разговаривают, причём разговаривали по-русски, сразу несколько явно местные, то есть, обслуги, один швейцар в отеле, другой хозяин кафе, и один из них сказал, что это с газой валят. Ну, я подошёл к ним, послушал, довольно, то есть, во-первых, совершенно хладнокровно, без паники, потому что для них, оказывается, это всё не впервой, и хотя они не жили тут 50 лет назад, достаточно молодые люди, когда была война, Ёмкий Борг, 73-го года, я послушал детали, они знают, о чём говорят, это не, так сказать, не подхваченное с интернетом, это продиктовано соображение безопасности, и дальше случилось очень неожиданное. Значит, я им говорю, привет, ребят, я из Америки, там, нашим, так сказать, выходцам из бывшего Советского Союза и детям, было бы интересно знать от вас лично, а не от меня, потому что если я перескажу, это не будет иметь призначимость, как от вас. Оба отказались на камеру, то есть на телефон сказали, что нет. Почему? Ну, потому что они знают, что им может достаться по шапке от местных террористов, которых они ещё не знают. Дальше я попал в один очень дорогой дом, в роскошную квартиру, случайно совершенно, и когда мне показывали квартиру, то привели в комнату, и совершенно хозяйка, молодая, красивая женщина, совершенно спокойно сказала, здесь мы во время воздушной тревоги сидели. И объяснила, что во всех квартирах, в таких городах, в которых могут подвергнуться воздушные атаки, если там есть 2-3 комнаты, обязательно одна комната сконструирована подрядчиком таким образом, что стены её все бетонные. То есть даже те, которые перегородка внутри квартиры, она тоже бетонная. И туда, когда приходят во время воздушной тревоги, то надо прижаться к северной стороне, то есть максимально отдалённой от южной, потому что удар может прийти только с юга. Это сегодняшние мои впечатления. Артём? Ну, я хочу ещё, знаете, с вами поговорить о таком, ну, ежедневном, скажем, моменте, потому что мы знаем, что Израиль всё-таки привык к постоянным атакам, и в этот раз это совсем иной уровень, совсем другое, да. И школы не работают, насколько я знаю. При этом некоторые бизнесы, наверное, большинство бизнесов, вот хочу, чтобы вы рассказали об этом, продолжают работать. Родители при этом оставляют детей дома, либо берут с собой. Как вот это всё устроено? Или родители тоже остаются дома? Ну, вообще, ответ у меня, наверное, однозначно, так сказать, красноречивый. В это время года тот район Тель-Авива, в котором нахожусь я, достаточно густо, так сказать, населён, присутствие людей видно. Парковку найти трудно. Если ты хочешь снять в это время, оно просто роскошное по погоде, номер в гостинице или в комнату, там, квартиру в Airbnb, то это, если ты заранее это не сделал, то у тебя ничего не получится. Всё не так. Комплекс Airbnb, в котором я снял квартиру, всё стоит пустое. Парковочные места... То есть люди уехали, или почему? Да, отъехали, так скажем. Отъехали куда-то, потому что, когда я ехал с Мёртвого моря вчера в направлении Тель-Авива, вместо двух часов это у меня зло пять, потому что там секьюрити, контрольно-пропускные пункты, импровизированные, как цирк Шапитон на хайвеех, стоят, я не знаю, довольно часто, и четырёхрядовый трафик съёживают как в горлышко бутылки в один ряд, и надо проехать, и тебе всматриваются в глаза человек десять. Совершенно спокойно. Если они видят, что ты, так сказать, не похож на потенциального агрессия, то ты проезжаешь. Но это очень медленно. Потому что несколько двух часов это было пять. И получилось так, что люди, которые тянутся в коллеги, думая, что он максимально должен быть защищён, и стратегически это понятно, они въезжают в ту зону, в которой наиболее рейтно может быть подвергнута атаке. Необязательно с воздуха, это может быть тот же человек, который ударит тебя ножом, когда увидит, что ты загляделся в свой телефон. Но парковка была свободна. Квартиры не заняты, я спросил нашего хозяина, остались не занятыми. Магазины, безусловно, которыми владеют мусульмане, открыты. Причём обслуживание, мне трудно судить, как пришельцы, так сказать, здесь нет того гостеприимства, которое ты встретишь в любом американском бизнесе. Вот тут просто нет. Это могут быть, я не знаю, евреи, ортодокцы, ашкенази, которые владеют магазином, или арабы. Я вот, например, два дня назад был в Ерехоне, куда вообще нога еврея не ступает. Там при въезде в Ерехон, Артём, стоит знак «Гражданам Израиля вход воспрещен». Едущи туда, я знал, что на моей машине, лизованной, с израильскими номерами, туда уж не уезжает. То есть я договорился через своих знакомых с арабами местными, потому что я очень могу посмотреть Ерехон как, так сказать, точку, так сказать, горячую точку, в которой практически нету евреев и побывать на их святынях мусульманских. Плюс я ещё сделал снимки очень смешной улицы, которую носят именно Дмитрия Медведева. То есть улицу подарили Медведеву, когда он был президентом России, со всеми её домами. На ней поставлен русский музей, в котором нет никого, там сидит один человек, то есть за трапезная совершенно улица. И там меня встречали просто как VIP. Причём это объясняется очень просто. Как израильтяне, евреи, так и израильтяне, арабы хорошо относятся к американцам на сегодняшний день. Сева, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был радиоведущий Дэвид Занрадио Сева Каплан. Через несколько минут мы увидимся с вами в вечерних новостях.